В Бельгии этих собак называют маленькие капитаны барж. Шипперки, чье происхождение изучено мало, издавна несут службу по охране речных судов и лодок. Иногда экипажи использовали смышленых собак для охоты на кроликов и пернатую дичь. Отважные малыши заслужили еще и славу непревзойденных уличных бойцов. В наши дни получили признание как компаньоны, но нуждаются в контроле, поскольку дрочливы. Основные моменты и интересные факты. Шипперки была признана клубом ЭК в 1904 году и является ее 55-й породой. Шипперки не происходят от шпица или померанского шпица, но на самом деле является уменьшенной версией белой овчарки, обычно называемой лювинар, которая раньше следовала за повозками по бельгийским провинциям. Шипперки имеют право участвовать в различных соревнованиях ЭК, включая экстерьер, послушание, ловкость, ралли и трекинг. Шипперки известен своими превосходными сторожевыми способностями. В США шипперки – бесхвостая порода. Шипперки периодически фигурирует в фильме «Два брата», а также появляется в рассказе Дафны Дюморье «Пограничный случай». История породы. Общим предком бельгийской овчарки из хипперки была, вероятно, древняя порода небольших черных собак, называвшаяся лювинар. История схипперки начинается в 17 веке. В 1690-х схипперки был любимой собакой рабочих и сапожников квартала Сен-Джори в Брюсселе. Они соревновались между собой, украшая своих собак затейливыми медными ошейниками. Хвосты полностью купировались, вероятно, так было принято еще с 15 века. Порода была известна как охотник на мышей, крыс, кротов и других вредителей. Первая выставка с хипперки состоялась в 1882 году в городе Спа. Порода стала модной благодаря королеве Бельгии Марии Генриэйте. В США и Великобританию она была завезена в 1887 году. В 1888 году был основан племенной клуб и утвержден первый стандарт породы. Клуб схипперки стал первым племенным клубом Бельгии. В то время различались типы собак из Антверпена, Лувина и Брюсселя и предпринимались значительные усилия для унификации породы. Распространено мнение, что название шипперки означает на фламандском «маленький капитан», а собаки этой породы использовались в Бельгии для охраны торговых судов и барж. Вероятно, оно возникло в англоязычных странах в 1880-х годах благодаря путанице между бельгийской породой с хипперки и кисхондом, называвшимся также голландской боржевой собакой. Внешний вид. Шерсть обильная, густая, прямая и достаточно грубая, формирует превосходную защиту вместе с мягким плотным подшерстком. Очень короткая шерсть на ушах, голове. На теле шерсть средней длины, плотно прилегающая. Вокруг шеи шерсть намного более длинная и не прилегающая к телу. Начиная от ушей, особенно у кобелей, но также и у сук. Шерсть формирует воротник, длинная шерсть вокруг шеи, пучками по обеим сторонам, гриву, длинная шерсть на верхней части шеи, до холки и плеч, и жабо. Длинная шерсть на нижней стороне шеи и груди, простирающаяся между лап и на постепенно исчезающая на нижней стороне груди. Длинная и пышная шерсть на задней стороне бедер образует типичные штаны. Хвост покрыт шерстью такой же длины, как по всему телу. Окрас полностью черный. Подшерсток может быть темно-серым, если он полностью скрыт покровным волосом. Вес может быть от 3 до 9 килограммов. Средний вес 4-7 килограммов. Отличительные черты характера. Схипперки замечательная маленькая сторожевая собака, исключительно чуткая, переполненная энергией, сторонящаяся чужих. Он активный, шустрый, неутомимый, непрестанно интересуется окружающим. Способен укусить, если кто-то приближается к объекту, который он охраняет. Очень ласков с детьми, всегда интересуется, что происходит за закрытой дверью или предметом, который движется. Показывает реакцию пронзительным лаем и поднятой гривой. С интересом охотится на крыс, кротов и других мелких животных. Содержание и уход. Шипперки будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Чистая свежая вода должна всегда быть в миске. Шипперки – очень активные, энергичные и занятые маленькие собачки. Бодрая ежедневная прогулка или шумная игра в огороженном дворе обеспечат необходимую физическую нагрузку. Они любят играть и исследовать, и они преуспевают в семьях, у которых есть время и терпение, чтобы должным образом обучить их. Шипперки также может выпустить пар, бегая по дому или квартире. Из-за своей склонности к охране шипперки могут превратиться в лающих, если не научить их другому. Они одинаково счастливы в квартире или доме с большим двором. Их следует держать на поводке, когда они не находятся на огороженной территории, и их следует водить на уроки послушания. У них независимый характер, и их сложно тренировать. С настойчивыми и терпеливыми владельцами они могут научиться практически чему угодно и преуспеть в таких видах спорта, как послушание и ловкость. Некоторые также неплохо справляются с выпасом. Шипперки не нуждаются в дорогом или чрезмерном уходе. Однако эта порода умеренно линяет. Лучше всего использовать кисть, которая может достать до подшерстка. Регулярной еженедельной чистки обычно бывает достаточно, чтобы поддерживать шерсть в хорошем состоянии. Волосы вокруг шеи взъерошиваются естественным образом. Шипперки могут сдувать свою шерсть до нескольких раз в год, и обычно самки чаще, чем самцы. Когда это происходит, они теряют подшерсток. Владельцы обычно находят теплые ванны полезными в это время, чтобы удалить подшерсток. Линька может длиться несколько дней или недель, а на восстановление может потребоваться до 2-3 месяцев. Здоровье. Шипперки, как правило, здоровые собаки, и уважаемые заводчики проверяют свое племенное поголовье на наличие проблем со здоровьем, таких как вывих надколенников, болезнь лёга кальвиопёртиса, проблемы с бедрами, проблемы с глазами и проблемы со щитовидной железой. Заводчики также могут тестировать на мукополисахаридоз третьего типа, недавно обнаруженное и смертельное заболевание, которое обычно проявляется к 2-4 годам как нарушение равновесия, и избегать возникновения болезни, идентифицируя носителей и разводя их соответствующим образом. Регулярные посещения ветеринара для осмотра и борьбы с паразитами помогают обеспечить собаке долгую и здоровую жизнь. Цена и как правильно купить. Приобрести щенка-шипперки в питомнике можно за 50 000-70 000 рублей. Итог. Схипперки порода собак. Выведена в Бельгии. Это пастушья собака небольшого размера, но крепкого телосложения. Ее голова имеет форму клина с хорошо развитым черепом и довольно короткой мордой. Тело хорошо сбалансированное, короткое, довольно широкое и коренастое. У схипперки характерная шерсть, очень густая и жесткая. Она образует воротник, гриву, жабо и штаны, что придает его контуру уникальность.